Отзыв о смартфоне Samsung Galaxy S8 Plus Отзыв от меня, как от владельца, который использует этот телефон каждый день с момента предзаказа И вот спустя, грубо говоря, 9 месяцев, ну округлим там совсем уж грубо, да, скажем почти год Хотел бы рассказать о плюсах-минусах этого телефона Потому что на момент, вот сейчас январь, у нас 16 января На момент января 18 года этот телефон остается очень актуальный И цены на него подупали уже, конечно, с момента покупки Изначально он покупался там за 60 тысяч рублей, сейчас, конечно, дешевле Ну, тем не менее, телефон актуален И вот я с ним почти проходил 9 месяцев Хотел бы поделиться какими-то своими наблюдениями, нюансами Хочу сразу оговориться, что это не обзор этого телефона Обзоров и так достаточно в интернете Плюс я сам этот телефон обозревал после покупки на моем канале Поэтому хочу заострить внимание именно на тех нюансах, с которыми интересно поделиться Которые я хочу рассказать в этом ролике И, значит, первое, с чего хочется начать, это с внешнего вида По самому телефону, в принципе, никаких, вот отпечатки очень сильно остаются Никаких косяков нету, то есть нет царапин, нету каких-то сколов Хотя телефон я ношу без пленки Без этих самых, без защитного стекла Очень сильно видны отпечатки Я телефон сейчас протирал, да, специальной, специальной жидкостью Тем не менее, вот чуть-чуть потрогался уже отпечатки Но при этом каких-то видимых царапин на нем нет Олеофобное покрытие, кстати говоря, тоже очень хорошее Оно не стерлось, хорошо держится, до сих пор все в порядке с этим Значит, что не в порядке Вот после недели использования Сейчас сфокусируюсь Рамка Рамка вокруг камеры вся облезла То есть видно, да, здесь Сколы по всей рамке идут И через неделю использования у меня телефон превратился вот в такой, с такой облезлой рамкой стал Было не очень приятно, конечно, но я с этим смирился Сейчас я этого не замечаю Ну, конечно, не знаю, может с моим экземпляром не повезло Может это проблема всех S8 Надеюсь, что нет Вот такое вот замечание по внешнему виду В остальном никаких сколов, царапин, ничего не облазит Выглядит он довольно цивильно Несмотря на то, что использую его без стекла, без пленки Но, к внешнему виду, да, раз уж затронул Телефон я использую с чехлом Ну, вообще, со множественными чехлами Я пробовал разные чехлы, я с электрессом и заказывал Тут даже не все чехлы предоставлены, которые я пробовал на него одевать Это вот часть, которую я смог найти Вот эти сразу отложу Эти чехлы я уже, так сказать, поносил какое-то время И покажу сразу два таких чехольчика интересных, которые я использую довольно долго и которые мне нравятся Ну, это так, небольшое отступление по чехлам Это вот такая карбоновая обычная полимерная какая-то накладочка На Алиэкспресс там 200 рублей стоила И она почему-то подошла лучше всех к этому телефону То есть вот так он выглядит Полностью облегает телефон И довольно приятно, все подогнано очень хорошо И вот такая вот, такой интересный стальной из черных металлов Видимо, какой-то задний треугольник, не знаю, как это назвать С таким кольцом Тоже довольно интересный чехол Хотя чехлом, конечно, это не назовешь Вот так вот он одевается Ну, защищает углы и можно телефон носить Как-то за палец его задевать вот таким вот образом Он интересно выглядит, интересно смотрится Тоже на Алиэкспрессе брал там за какие-то небольшие деньги условные Там, не знаю, 500 рублей он стоил Очень интересно То есть вот пользуюсь вот такими двумя чехлами Все, больше я никакими чехлами не пользуюсь Поначалу все примерял, но вот подошли мне, понравились вот эти Теперь хочу сказать по поводу разблокировки Такой интересный момент, что никакими датчиками я телефон сейчас не разблокирую Как оказалось на практике, вот этот датчик для отпечатка пальцев Он действительно оказался не очень удобный Да, к нему привыкаешь, да, как бы им пользуешься, начинаешь не замечать Но тем не менее, все равно ловишь себя на мысли, что это не очень удобно Ну и не та скорость разблокировки То же самое касается считывания радужки сетчатки И то же самое касается разблокировки по лицу, по фотографии Поэтому я полностью убрал разблокировки Уже больше полугода пользуюсь телефоном Разблокирую его вот на эту кнопку То есть я вот таким вот образом заблокирован Здесь у нас с обратной связью такая приятная тактильная кнопка Спрятана под экран на айфонах, это называется 3D Touch В Samsung это не знаю как называется В общем по этой кнопке чуть-чуть нажали Обратная связь, вибрация телефона разблокируется Это реально очень удобно Я не знаю, я вообще не вижу смысла телефона каким-то образом защищать там отпечаткой или радужкой Если тот же самый Samsung Pay я в любом случае подтверждаю радужкой Либо отпечатком А в остальном защищать телефон от кого там От семьи, от своей Ну я не вижу в этом смысла Вот, а если телефон украдут Ну это не сильно помешает тем, кто его украл Или если я его потеряю Соответственно я защитой этой не пользуюсь И это реально очень удобно Вот когда сделают телефоны со встроенным отпечатком пальцев под экран Да, это будет реально круто То есть по сути эта кнопка на S8 это и есть вот эта разблокировка Только можно представить, что она сейчас защищена отпечатком Да, хотя на самом деле это не так То есть это обычная кнопка Вот, это такой нюанс по поводу разблокировки То есть кто говорит, что там сканер отпечатка пальца сзади сверху неудобно Это действительно так Вот я год пользовался, у меня большая довольно рука У меня нету проблемы дотянуться до отпечатка на S8+, При том, что я телефон могу держать полностью, полным обхватом Даже снимать шторки, да, как-то Все равно для меня это неудобно Если у вас рука меньше, если девушка там использует То это вообще, вот у меня супруга берет, ну просто смешно Она сюда не дотянется никоим образом Теперь такой вот, такой вот животрепещущий вопрос по поводу тормозов По поводу тормозов андроида Вот этого TouchWiz или как он сейчас по-новому называется, уже не знаю Вот тормоза небольшие присутствуют То есть сейчас телефон работает отлично Вот ему год почти, да У меня он не засорен ничем Я его использую с оболочкой новый ланчер Моя любимая оболочка Я немножечко под себя его подогнал Ну, я сейчас покажу именно с новой Я не буду ставить стоковую оболочку Потому что мне это непривычно Ну и тем более не сильная скорость там будет отличаться Тем не менее Какие-то слабые тормоза могут присутствовать в тех или иных сценариях То есть если телефон лежит долго, много приложений запущено То, да, могут быть тормоза какие-то Если вы открываете приложение Но опять же, это микрофризы В общем, телефон работает очень быстро То есть если сравнивать с какими-то старыми телефонами на андроиде Вот, которые я сейчас снимаю Например, Galaxy S6 Там, конечно, лаги посерьезнее Да, там какие-то тормоза Здесь из всех лагов, которые вот реально меня немножечко напрягают Это единственный лаг Сейчас я попробую показать Это когда вытягиваешь шторку Когда вытягиваешь шторку Samsung Pay Вот видели, первый раз я вытянул Она как-то пролагалась, да, вся Сейчас я вытягиваю, она уже Ну, когда она висит в открытых приложениях Сейчас она вытягивается нормально Сейчас я ее закрою, попробую Так И заново вытянем Сейчас она появится здесь Ну все, сейчас она лагать перестала Ну, в общем, когда снимаешь, да, ролики Все, лагать перестает Ну, поверьте на слово, что вот эта шторка Она, когда вы ее первый раз открываете Особенно после перезагрузки телефона Микрофриза присутствует Когда вы открываете повторно Фризов нет Меня это напрягает Потому что это настолько Ну, плевый вопрос Samsung пофиксить это Ну, я не знаю Мне кажется, это очень просто Это самое простое, что можно только придумать Ну, там, анимацию как-то поправить И алгоритмы там Запуск этой программы Тем не менее Почему-то уже с каким обновлением Ничего не поправили То есть как лагало, так и лагает В этом, конечно, Samsung не зачет В остальном, по поводу лагов Вообще никаких проблем Камера запускается очень быстро Моментально она запускается Вот двойным тапом она у меня Здесь запускается Работает очень хорошо Кстати говоря, камеры У меня большинство обзоров на моем канале На канале супруги Записаны на Galaxy S8 В этом плане, конечно, Samsung Очень хорошо себя показывает По поводу заряда И автономной работы Ну, после моих махинаций с оптимизацией Ролик про оптимизацию расхода Я уже показывал Там кнопку Bixby убрал И еще какие-то вещи сделал Тем не менее Вот сегодня легкий сценарий Для использования Ну, по минимуму я его использовал Так уж получилось Два часа экрана Какие-то приложения там первичные Вот И 52% к концу рабочего дня При таком же сценарии Там тот же S6 У меня уже процентов 15-20 бы имел Соответственно, вот этот телефон Конечно, держит зарядку гораздо лучше И спустя год он, в общем-то, заряд Ну, держит в тонусе Не так сильно он теряет Сейчас разряжается Даже спустя 9 месяцев Довольно неплохо Меня полностью устраивает Еще хочу пару слов сказать По поводу использования Телефона S8 Plus в машине Ну, вообще, с точки зрения Ежедневного использования Все-таки очень много времени Мы проводим за рулем И пользуемся телефоном Как рабочим инструментом Там той же самой Навигацией, почтой Музыка, звонки То есть, это, в принципе, действительно Рабочий инструмент на каждый день И ему пользуешься почти целый день Вот, что касается использования в машине Во-первых, мне очень нравится Но вот хочу показать Ну, эта фишка не только S8 Фишка, так сказать, многих андроидов Это сплит экрана То есть, разделение Вы, когда едете по навигатору, условно говоря Можете пользоваться почтой той же самой Да, какой-то Это очень удобно И за счет того, что экран здесь 6,2 То есть, именно Большой экран, действительно То есть, здесь и полностью информация читаемая И в нижней части можно разделить Так сказать, как вам удобно И сверху навигация не страдает Это реально классно Вот, в таком режиме использования Телефон, ну, вот в этом режиме использования Он, в принципе, конечно, теряет заряд довольно быстро Ну, я бы не сказал, что прям стремительно Как вот мой прошлый Galaxy S6 Но, тем не менее Если какие-то проблемы все-таки с зарядом имеются То, конечно, в телефоне можно всегда подключить USB Type-C Да, он даже в этом режиме быстро очень заряжается То есть, не разряжается Я имею в виду, что с включенной навигацией С работающей геолокацией С включенным Bluetooth-ом Мобильными данными Вы подключаете там банально обычную Обычную зарядку Да, вот у меня адаптер Xiaomi с Алиэкспресса Такой вот стандартненький И даже с этим адаптером Зарядка идет в плюс При том, что навигация у меня работает Все работает И он умудряется еще заряжаться В этом, конечно, Samsung молодцы Немногие телефоны вот в таком режиме использования У меня подзаряжаются Ну, раньше подзаряжались От автомобильного зарядного устройства Вообще, как телефон для ежедневного использования Ну, мне он действительно очень нравится Как я уже говорил Батарейка хорошая Она заряжается очень Ну, довольно быстро Она довольно емкая Он держит заряд Может быть, конечно, за счет тех манипуляций Которые я провел с телефоном Плюс я его использую как-то с умом Да, я не загружаю там кучу приложений У меня они не работают в фоне Ну, как многие делают Просто я немножечко люблю копаться в телефоне Поэтому я эту ситуацию держу под контролем Тем не менее, у меня с зарядом вообще проблем никаких Спустя вот, ну, почти год, да Сколько у нас там Девять месяцев Телефон с батареей никаких проблем Еще очень большой плюс Это Bluetooth 5 Сейчас уже во многих телефонах Ну, вот этот формат Bluetooth Можно его раздавать на несколько устройств Спокойно там головному устройству Синхронизирую и могу одновременно использовать Там еще с какими-то с наушниками Там с гарнитурой hands-free там и так далее Ну, правда, я этим вот пользовался всего пару раз Но мне-то понравилось Не знаю, может кто-то будет постоянно этим пользоваться Это будет полезно Еще вот я пару слов хотел бы сказать О такой замечательной функции Вообще у Samsung с закругленным экраном Это вот этот боковой экран Edge-экран Вот эта вот утилита позволяет вам С бокового экрана закругленного Открывать какие-то приложения Либо виджеты Ну, вот что-то То есть что-то можно открыть Допустим, там, совершить звонок по иконочке Это очень удобно Вот вы когда едете за рулем У вас, допустим, телефон стоит на подставке Вот на этой вот, на холдере Работает он в двухоконном режиме Навигация, почта То есть вы можете спокойно этим управлять И поверх вы можете вызвать звонок Вот таким вот свайпом Это реально удобно Мне это, ну, мне это реально подходит То же самое касается приложений Любые приложения, они вызываются без проблем Я этой функцией пользуюсь каждый день Хотя почему-то многие Ну, я просто смотрел обзоры на эти телефоны Еще так периодически попадаются Мне интересно, что люди думают И многие почему-то к этому относятся довольно скептически Хотя мне кажется, это реально классная фишка Классная функция Samsung, спасибо за нее Я ей пользуюсь, очень удобно Конечно, габариты Samsung Вот этого Это отдельно можно снимать на эту тему ролик Samsung сделали телефон При таких габаритах С такой диагональю Он влезает там в любую нишу Нишу, условно говоря Там подстаканники какие-то Я могу его поставить Вот у меня подстаканник маленький Большой залезает Спокойно там кидать его Вот здесь вот он у меня будет лежать То есть это уже такой, как и раньше говорили Фаблет, да, и ближе уже к какому-то мини планшету По диагонали экрана Но при этом габариты сохраняет телефонный Довольно умеренный Хорошо очень лежит в руке И в любую нишу можно его положить Как обычный телефон По поводу габаритов телефонов Соотношение сторон экрана Можно долго спорить И там с Samsung, с Apple Там с разными производителями смартфонов Но Samsung это реально удалось Спустя вот такое время Не перестаю радоваться экраном Его габаритами и полезной площадью экрана Действительно очень круто Кстати говоря, да Можете заметить У меня здесь выведен виджет На оптимизацию На оптимизацию телефона Да, он там выбрасывает приложение Из памяти, из оперативной Очищает какую-то постоянную память Там временные файлы Кэш чистит Ну, в общем-то я этой кнопкой почти не пользуюсь Почему я ее вывел? Ну, просто потому что я Старый пользователь андроида И привык просто выводить эти виджеты Я думаю, что в S8 Даже можно этим особо не пользоваться Потому что я не вижу таких вот проблем Когда он долго не перезагружается Или долго работает Нет нужды такой чистить здесь кэш Там и очищать оперативную память Выбрасывать приложение Потому что работает он все равно Довольно шустро Никаких особых проблем Чтобы не делать ролик длинным очень Хочу сразу подвести небольшие итоги По десятибальной шкале Оценить основные качества этого смартфона Которые я смог оценить За каждодневное использование В течение, ну, почти года, скажем так Девяти месяцев его использования Ну, первое, это корпус По десятибальной шкале Поставил бы девяточку Только за счет того, что облезла рамка В остальном, по сборке, по материалам Реально классно Samsung все сделали Ничего не люфтит, не скрипит Не царапается Не облезает Ну, вот только рамка Все, девять баллов Samsung, конечно, молодцы Плюс здесь еще защита Влагозащита Которую я, слава богу, не проверял И проверять не собираюсь Тем не менее По сборке, по качеству материалов Девять баллов По поводу автономности Автономности Тоже, наверное, девять баллов Ну, десять ставить не буду Потому что, если телефон Android засорять Там, Bixby не отключать Конечно, расход будет Если немножечко Над этим подумать И как-то эту проблему решить То расход можно оптимизировать И вот спустя год Меня он полностью устраивает Поэтому девять баллов Я бы поставил Экран Это десять баллов Однозначно Площадь, габариты Очень функционально Классно Сплит экрана Вся информация помещается Все читается Супер По экрану Однозначно Десять баллов Что касается технологичности Ну и вообще Оболочки Самсунга Вот этой Над андроидом Работы приложений Каких-то фишек Самсунга Тоже Bixby Ну, Bixby Сразу минус Я не понимаю Зачем это сделано Поэтому Даже рассматривать не буду По поводу Работы В принципе Оболочки Там Автояркость Какие-то Фишки По настройкам Оптимизации Работу Wi-Fi Например Двойную Можно одновременно Wi-Fi Включать с 4G Сетями Для ускорения Скорости Ну, это все прикольно Ну, да Что-то включено Что-то нет Там NFC работает Отлично Samsung Play Допустим Но при этом Кстати говоря Не все приложения Работают Чтобы сочетать Карточку для метро Что тоже Вот на Snapdragon Например На Qualcomm Вопросов нет С этим Звук 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 Отличный Я уже В прошлом Своем ролике Про звук Говорю Звук Вопросов нет Если он Через Bluetooth Звук раздает Либо через наушники Конечно Это не MP3 Плеер Хороший То есть Это смартфон Ну, звук Достойный Если вы не меломан Вам подойдет Сто процентов Вообще По поводу Андроида Современного Вот сейчас У нас стоит Андроид Это еще пока Не восьмерка Я, конечно Надеюсь Samsung Обновят До Восьмого Андроида Сейчас у нас Стоит Андроид Сейчас покажу Прошивку На такой Прошивке Все это у меня Работает Не знаю Кому Надеюсь Кому-то Это о чем-то Будет говорить Значит Вот Сведения О ПО Вот Андроид Версии 7.0 Почему-то 7.1 Пропустили Я думаю Сразу Будут Обновлять До Восьмерки Как Это было Galaxy С7.6 С6 Вернее Сразу До Семерки Обновился Сначала До Если пользуетесь МТС Оператор Связи То Можно Сделать Звонки По Wi-Fi Но Почему-то Эта функция Не у меня Не у моего Товарища На Note Восьмом Нормально Не работает Когда Звонки Включаешь И Например Теряешь Связь С Вай-фаем Либо Она Становится Хуже То У вас Вообще Может Вызов Просто Прерваться Такое Случается 50 На 50 Но Почему-то Эта функция Не доработана Поэтому Не знаю Я не пользуюсь Если у вас Постоянное Wi-Fi Включено Вы знаете Что Связь Не потеряйте Возможно Связь Будет Лучше Но Я Этим Попользовался Сейчас Не пользуюсь Потому Что Бывают Важные Звонки И Терять Связь Ну Просто Я Не могу Себе Позволить Что Касается Вообще Как Он Держит Тот Самый Wi-Fi Bluetooth Геолокацию Все Три Вот Эти Три Узла Сантиметров Я Так Подозреваю Там Ездили По Навигатору И В Москве И Не В Москве И В регионах И За Рубежом Навигатор Работает Отлично Без Дополнительных Средств Он Телефон Ловит Даже По Maps МИ Вопрос Никаких Bluetooth 5 Все Знают Да То Работает Классно На Два Устройства Может Раздавать Источник Звука Тоже Фишка Классная Так Телефон Какие Могут Быть Если Мы Берем Флагманы Я Не Беру Китайцев One Class T И Так Далее Сейчас Берем Флагманы Это У нас Конкуренты Не Знаю Можно iPhone 10 8 Назвать Конкурентом Наверное Можно Кто Выбирает Но Я Вообще iPhone Не Рассматриваю За Их Ванильный iOS Это Отдельная Тема Не Хочу Затрагивать Очень Сильные Споры Будет Вести За Собой Тем Не Менее Если Сравнивать Там С Айфонами Конечно В первую Очередь Надо Смотреть На Операционную Систему Я Вообще Не Понимаю Как Можно Сравнивать Два Этих Смартфона Совершенно Разные Телефоны Samsung Это Ребочий Телефон Рабочий В каком Плане То Здесь Сплит Экрана Почта Здесь Нормальный Проводник С Нормальными С Нормальной Файловой Системой Здесь USB Type-C Которые Универсальные Можно Использовать Его Как Флешку Можно Подключать Можно Грубля Мышку Подключать Через ОТГ И так Далее То есть Samsung Это Реально Рабочий Инструмент Причем Которые Довели До Такого Состояния Которые Уже По Минимуму Лагает Максимально Держит Батарею Имеет Шикарные Материалы И шикарные Экраны То есть Если раньше Можно было Говорить Что iPhone Действительно По многим Показателям Ну Выше Наглого Чем Android Смартфоны 2-3 года Назад То сейчас Держа в руках Спустя год Этот телефон Я альтернатив Не вижу Наверное S9 Выйдет Стоит Будет Его приобрести Будем смотреть Что нам покажут Вообще Что касается Программного Обеспечения К Samsung Вопросов Никаких Нету Регулярно Его Обновляют Каким-то Образом Допиливают Оптимизируют Дополняют Ну Вот На примере Банальные Навигационные Панели Вначале Она вообще Была статичная Не убиралась Потом Они сделали Вот такую Вот точечку И оно По одному Нажатию Либо убиралась Либо оставалась Но Очень часто Пользователи Задевали Эту точку Очень часто И Собственно Горя Панель Туда-сюда Появлялась То исчезала А сейчас Чтобы И вот таким образом Панелька Скрывается Очень удобно Кому нравится Полезную площадь Максимально Вывести Можно Эту панель Убирать Я например Не убираю Двойным тапом Двойным тапом Ее нажимаем А она остается То же самое Касается Некоторых приложений Оптимизации Под соотношение сторон Под экран Самсунга Ну вот берем Например Там какой-то ролик Того же Трансформатора Открываем Вот таким вот образом Раздвигаем Картиночку На полный экран И начинаем смотреть Ролик Трансформироваться Да Скажем так Очень удобно Здесь снизу Вот тут Можно перелистывание Какое-то Открывать Каких-то роликов И К отдельным приложениям В общем Самсунг Руку приложили И оптимизировали Их под Под свой экран Под Эдж панели Молодцы Вот Как я уже говорю Альтернатив не вижу Я наверное Скорее всего Если действительно Самсунг покажет Что-то очень интересное Например Galaxy S9 Будет Ну действительно Чем-то Классным Отличаться От S8 Я наверное Себе его Конечно В пользование Возьму Время покажет Вот А что касается S8 Ну вот год прошел А действительно Телефон Как был флагманским Так и остается Все функции Внешний вид Весь функционал Техническая часть Программная часть Железа Все На очень высоком уровне Но это мое Субъективное мнение Через мои руки Много телефонов Прошло Я люблю менять гаджеты Я постоянно пользуюсь Какими-то телефонами Копаюсь у них Копаюсь в программном обеспечении Что-то там даже раньше Прошивал Рутил И так далее Сейчас я этим не занимаюсь Нет на это Времени Да и желания особого Поэтому вот Пользуюсь готовым решением От Самсунга И в общем-то По 10-ти балльной шкале Баллов на 8 Я этим телефоном Доволен Поэтому Если кто-то сомневается В выборе Стоит ли сейчас Это покупать Серые Допустим Самсунги Может быть Там не серые Может белые РСТшные Не сомневайтесь Телефон действительно достойный Но наверное Стоит все-таки Дождаться релиза С девятого Потому что уже Довольно скоро Они должны будут Появиться Их презентуют Поэтому Дождитесь релиза И телефоны еще Обвалятся в цене И за какие-нибудь Там 30-35 тысяч рублей Это будет Ну просто шикарная Покупка И я думаю Еще не один год Можно будет С этим телефоном Проходить Кстати говоря Я еще пару слов Про беспроводную зарядку Не сказал Я редко пользуюсь Но редко Кровиционную метку Очень часто Это выручает В последнее время Много где стала появляться Эта быстрая зарядка Даже в автомобиле В общем Рассказал Про основные моменты Выделил На которые Наверное Стоит обратить внимание На которые Я обращаю внимание Спустя год использования Там 9 месяцев Про что-то Может быть Не сказал Согласен Но если я про что-то Не сказал Значит это Не столь значительно Вот в моем сценарии Использования И в моем опыте Использования Этого телефона Поэтому Всем спасибо За просмотр И делайте выбор Решайте Можете Воспользоваться Какими-то моими Выводами Для приобретения Этого Или каких-то Других телефонов Всем спасибо